Вас приветствует Старс Эксклюзив. В этом видео пойдет речь про Татьяну Кравченко. Но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У актрисы Татьяны Кравченко невероятное количество поклонников. Неудивительно, ведь снимается в кино и играет на театральной сцене «Народная артистка» с 1977 года. Широкую известность и всенародную любовь Татьяна Эдуардовна получила после выхода сериала «Сваты». Актриса предстала перед зрителями в образе простой, деревенской женщины Валентины Петровны Будько. Ее характер, поведение и даже то, как она разговаривает бесценно. По признанию актрисы, образ Валюхи был взят ею с родной матери. Именно такой и была Эмилия Ивановна. Отдельного внимания заслуживают фразы сериальной Валюхи. Они не оставили равнодушными зрителей. Долгое время из-за политического конфликта не начинались съемки «Сватов 7». В 2019 году в студии «Квартал 95» было отснято несколько серий, но позже пришлось переснимать весь материал. Пандемия тоже внесла свои корректировки, и съемки последнего сезона «Сватов» закончились в конце 2020 года. Актеры, задействованные в сериале и его создатели, хранят молчание и не называют точную дату премьеры. Однако, во всех официальных источниках фигурирует 2021 год, скорее всего заждавшиеся поклонники сериала будут вознаграждены в этом году. Валентина Кравченко рассказала, что новый сезон будет разделен на несколько частей, в одной из которых она появится в молодости, когда между ней и Иваном Будько только-только зарождалась любовь. Она сообщила о смерти Валюхи, но других подробностей не раскрыла. Личная жизнь актрисы Татьяны Кравченко не блещет красками. Она была дважды замужем. Первый супруг Владимир работал в школе-студии МХАТ. Благодаря мужу у Кравченко появилась московская прописка. Развелись Татьяна и Владимир спустя два года. Владимир оказался человеком далеким от семейной жизни. Татьяна Эдуардовна в одном из интервью призналась, что первый супруг заставил ее сделать аборт. Второй брак Татьяны Кравченко с продюсером Ленфильма Дмитрием продлился 6 лет. У пары в 1986 году родилась дочь Анна. Актриса призналась, что со временем супруг начал ее бить, часто возникали скандалы. На этой почве они развелись. На фоне свалившихся проблем Кравченко стала часто употреблять алкоголь, но благодаря дочери и плотному рабочему графику не переступила черту дозволенного. Смыслом жизни Татьяны Эдуардовны является дочь Анна. Актриса перестала искать любовь, а полностью себя посвятила дочери и работе. Однако во время съемок сериала сваты Кравченко влюбилась в своего партнера Федора Добронравова. По ее признанию, она настолько увлеклась ролью, что не заметила, как стала проявлять глубокую симпатию к Федору Викторовичу, который ей взаимностью не ответил. Несмотря на неразделенную любовь, актеры нашли в себе силы стать хорошими друзьями. Желаем Татьяне Кравченко женского счастья и крепкого здоровья. Ставьте лайки и подписывайтесь на Старс Эксклюзив.